Всем привет, мои хорошие! С вами Эгеймили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я очень надеюсь, что вы по мне скучали, потому что вчера было всего одно видео. Я постараюсь сегодня выложить два, но не обещаю, буду стараться выкладывать как можно больше. Сегодня сделала немножко такой другой мейк, так скажем. Все это связано с тем, что мы сегодня с подругой погуляли. И как-то, знаете, когда выходишь в какое-то общественное место, ты можешь просто увидеть какого-то человека, который безумно тебя смотивирует на что-то. Ну, в общем, я вам подробно сейчас все расскажу. Давайте начнем с того момента, что мы будем кушать. Это, значит, салат из крабовых палочек, который состоит из трех ингредиентов. И готовила его всегда моя тетя. На самом деле, очень вкусный салат. Давненько мы хотели его заснять на iCook, но что-то никак руки не доходили. И здесь, значит, сосиски в кляре. Очень вкусные. Вот так вот они выглядят. Здесь такая шпажка. Кстати, рецепт и салата, и вот этих сосисок в кляре, также будет в инфобоксе. Вы можете заглянуть и посмотреть. Как же вкусно! Вообще, очень люблю сосиски в любых проявлениях. Колбасы, сосиски. Это прям самое-самое-самое мое любимое. Пошли с подругой. От души пошопились. Посидели, покушали. Воскресенье. В боку просто обалденная погода. Гулять не хочу. Зашли в одно заведение. Там я встретила свою одногруппницу, с которой мы болтали целый час. В общем, огромный привет. Когда мы зашли в это заведение, я заметила, что все сидели там парочками. Парень, девушка, парень, девушка. И так мне приглянулась там одна пара. Девушка была настолько красивая, что даже я не могла оторвать глаз от нее. Вот реально. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Сидела напротив нас. И реально, когда я вижу ухоженных девушек, красивых, не знаю, со вкусом, вот у меня всегда появляется какой-то стимул что-то делать. Это не значит, что как только я ее увидела, я тоже пошла отстригла волосы коротко, как у нее. У нее была очень короткая стрижка, но при этом очень классно ей подходила. Просто сами по себе. красивые, ухоженные люди всегда меня очень мотивируют. Это было всегда так. Вообще, весной у меня всегда бывает какая-то мотивация что-то менять в себе. Хотя еще зима, но думаю, что где-то к марту я хочу поменять цвет волос. как-то измениться. Не то, чтобы пойти сделать пластическую операцию. Хотя я к этому плохо не отношусь. Если это делает человека счастливым, я считаю, что можно прибегнуть и к пластической хирургии, и вот эти всякие косметологи колют уколы красоты, так скажем. Я не вижу ничего плохого здесь, просто я считаю, что пока что мне рано. То есть пока есть натуральная красота, зачем что-то изменять себе? Меня все устраивает. Но я думаю, что лет так 30 я обязательно что-то переделываю. Мне кажется, если я сейчас что-то сделаю со своей внешностью, это мне только будет прибавлять возраст. Поэтому пока что не решаюсь. Хотя мне кажется, что у меня губы очень тонкие. По сравнению с моим носом у меня вообще рот очень маленький. Мне стоматолог один раз сказал, что у тебя, говорит, неправильные пропорции. На лице, говорит, у тебя рот очень маленький, поэтому у тебя зубы кривые, как он сказал. Вот после его этих слов я реально задумываюсь о том, что когда смотришь на вот на мое лицо, у меня реально рот какой-то маленький. У меня в детстве всегда были кривые зубы, и это был вообще жуткий комплекс для меня. Хотя они не были прям ужасные. Просто брат постоянно издевался надо мной и называл меня кривозубатый, и хочешь, не хочешь, когда я улыбалась, я просто вот так вот закрывала рот руками. Даже сейчас есть эта привычка, хотя я носила в брейкеты, и сейчас у меня зубки ровные. Ну, не прям идеальные, прям как виниры, но ходить можно, в принципе, неплохо. Вот. Вот. И с тех пор, после того, как мне стоматолог сказал, все вот эти вот проблемы, говорит, зубами, это из-за того, что у тебя маленький рот. Ты, говорит, посмотри на себя в зеркало, ты видишь, что у тебя, говорит, большие глаза, такой средненький, горит нос и маленький рот. Я такая думаю, да, маленький рот. Вот мне интересно, как я столько ем с таким маленьким ртом. И скоро Олька Эмили покажет, как можно кусок торта целиком засунуть в рот. Надо кинуть моему стоматологу и сказать, вот ты вот мне говорил, что у меня маленький рот. А ты можешь так? Когда люди нетактичные, когда люди всегда оскорбляют кого-то, мне не обижают слова этих людей. Но иногда бывает какой-то очень тактичный человек, очень, знаете, такой милый, дружелюбный человек, вдруг тебе скажет, что, слушай, у тебя как будто перхоть, а? Вот. Вот тогда меня это обижает. Когда очень этичные люди, вот мой стоматолог, он был достаточно такой этичный. Вот это вот у меня теперь вот в голове есть. Мне мой нос, например, полностью нравится. Пусть он не идеальный, пусть он вот не смотрит вверх, как у всех вот, кто сделал. Но я считаю, что есть и побольше носики. Так что... Как вам мой хайлайтер? Вроде ходишь по магазинам, да? Вроде полно всего, да, везде скидки. Какие-то дурацкие акции. Знаете, была такая акция, купи четыре свитера и один получи в подарок. Там всего было три вида свитера, это получается, тебе надо еще одинаковые взять. Интересно. Или купи три пары джинсов и получи одни в подарок. Лучше просто сделайте скидку, не знаю, на вторую покупку или еще что-то. Я вам сфоткала или даже видео, по-моему, сняла и в инстаграм залила. Поржем вместе. Господи, как это вкусно. Я впервые увидела вот эти сочетки в кляре у САС-АСМР. И все, все, что я вижу у нее, я хожу по супермаркетам еще где есть это, где. По идее, люди говорят, полно другой еды, вкусной еды. «Ну зачем тебе вот все, как у нее хочется?» Я знаю, что вы меня поймете. Еда нас объединяет, ребята. Еда сближает. У меня здесь просто вода с лимоном. Мне очень нравится. У нас даже на работе есть девочка. Она всегда ходит вот с таким вот баулом, что-то вроде термоса и там вода с лимоном. Вот. Раньше я как бы ее не особо понимала, а сейчас мне тоже нравится. Я тоже летом буду ходить такая с баулом. Макаю я, кстати, как всегда, сырный соус. Очень вкусно. сегодня с подругой планировали. Хотим следующее лето, ну вот это вот лето, куда-то обязательно съездить. Потому что мы так раскинули мозгами, да. Кстати, моя подруга Шелли устроилась на работу. Я этому безумно просто рада, потому что она достаточно долго искала работу, именно которую она хочет. Она хотела помощником бухгалтера, там, бухгалтерии, все дела. Во-первых, это хорошая профессия, то есть профессия с перспективами. Вот. Реально как за себя рада. Вот очень. Она огромный молодец. Получается, что на год она раньше меня университет закончила. Вот. А я уже год как работаю. Ну да, плюс-минус год. А она еще не нашла. Что-то я хотела сказать. А вот мысль потеряла. Мысль. Мы с ней хотим этим летом куда-то съездить, отдыхать. А я предлагаю Турцию, потому что там дешево. Потому что там есть система шведского стола. Ну, вы меня поняли. я ей сказала, мне без разницы куда главное, чтобы там был шведский стол. Все включено. Не знаю, буду ли я снимать на отдыхе. Или состоится ли вообще отдых, но планы такие есть. здесь было 10 таких шпажек. Осталось всего три. Немножечко салата. У нас два варианта. Либо в Грузию, либо в Турцию. Либо в Грузию, либо в Турцию. Но там уже видно будет. Так. Салатик очень вкусный. Обязательно приготовьте. Я вообще очень люблю салаты, где присутствуют крабовые палочки. Хотя много кто говорит, что они вредные и так далее. То есть в процессе создания крабовых палочек не пострадал ни один краб. Это всем известно. Но это вкусно. Здесь рис, кукуруза, консернированная, консернированная. И крабовая палочка. Давайте немножко поотвечаю на вопрос. И здесь очень-очень интересный вопрос. Ты бы пошла на свадьбу к сестре, если бы женихом был... Мне вот всегда так с детства. Вот я вроде читать умею, да? Сидим мы, например, со всем классом, вот, к примеру, да, вот, пятый, шестой класс. И у нас такое, знаете, было по очереди чтение. Я не знаю, у вас есть такое или нет? Я вроде читать умею, читаю отлично дома. И как только учительница говорила, дальше продолжает Аразова. У меня фамилия Аразова. И в этот момент я начинала читать просто по слогам, по буквам. Я просто два слова связать не смогла. Я не знаю, почему так. Вот всю жизнь у меня так. Вот чуть-чуть я волнуюсь и все, я забываю буквы, ребята. Вот сейчас хочу прочитать вопрос. И запинаюсь сто раз. Вроде не волнуюсь. или на английском на уроке. Вот у нас было по очереди чтение. Наверное, по литературе это было где-то в младшей школе. Давно очень было. Вот по английскому постоянно это было. Как только учительница говорила, дальше продолжит Аразова. Все, Аразова. Забыла. Все, вообще все буквы. Как, что, куда смотреть здесь. А, ну да. это вообще было позорище реально всегда. Хотя я никогда не была хулиганкой. Вот реально. Я была, ну можно сказать, ботаником. Ну да, где-то да. Почему я в этот момент забывала буквы? Вообще, как бы весь класс рожал надо мной, что, господи, как она читает. Прошли годы и вот этот феномен, я не понимаю почему. Вернемся к вопросу. Вопрос задает Валерия вам. Имя не знаю, к сожалению. Передаю тебе огромный привет. Спасибо за вопрос. Спасибо, что подписан на мой инстаграм. Вот тебе. Ты бы пошла на свадьбу к сестре, если бы женихом был твой, короче, жених был твоя первая любовь. Я вообще такой человек, у меня парень всегда удивляется мне. я человек, который умеет отпускать. То есть, у меня нет такого, что вот я поссорилась, например, с подругой или поругалась с парнем. Я буду ходить, умолять и так далее. Если человек сам выбрал уйти из моей жизни, я не буду за него держаться. Даже если это подруга, даже если самая лучшая подруга, я не буду бегать за этим человеком. Вот как бы мне тяжело не было, как бы я не скучала, что бы ни происходило, я не буду бегать за этим человеком. И со временем, со временем это забывается реально. Любая любовь, она забывается. Моя первая любовь для меня это как будто мир рухнул просто, когда, ну, то есть, мы расстались, можно так сказать. Но сейчас я думаю, насколько мы были разные. То есть, любые прошлые отношения, вот давайте вот по чесноку дам. Вспомните вы первые ваши отношения. Вы скучаете по этому человеку? Нет, конечно. Как только в жизни появляется другой человек, ты переключаешься, ты влюбляешься, ты сразу думаешь, блин, сколько у бывшего было недостатков. я думаю, что, я думаю, что я с удовольствием пошла бы на свадьбу своей сестры, пожелала бы им счастья. вот. То есть, не было такого, знаете, зависти или злобы. Если это было и прошло, нужно уметь это отпустить. Вот когда ты не умеешь отпустить, ты унижаешь себя. и падаешь в глазах мужчины. Вот реально. У меня не особо, знаете, такой яркий опыт общения с мужским полом. Но у меня были моменты в жизни, когда мне было очень хреново. И это все прошло. И сейчас, как бы, не осталось ничего. Просто все равно. Если даже встречу где-то на улице, мне будет параллельно. То есть, время лечит все. Это ерунда, что люди говорят тут первая любовь, она не забывается и так далее. Я не знаю, может быть, только у меня так. Давайте я сделаю так, потому что я испачкала шпажку. Будем кушать вот так вот. Как вкусно! Deixa я испачкать. Очень вкусно! Настроение хорошее. Вообще, я считаю, что очень важно иметь чувство собственного достоинства. Особенно вот мужчины, им не нравится, когда за ними бегают, реально. Когда ходят на цыпочках, когда их обожают просто, они не любят это. То есть, на мой взгляд, слишком любить мужчину не нужно, реально. Но, когда очень сильно любишь, они перестают ценить тебя. Но, на мой взгляд, так. Поэтому, поэтому... Я бы пожелала вам счастья своему бывшему и пошла бы на свадьбу. Просто однозначно. У меня была такая ситуация. У меня подруга встречалась с парнем. Потом рассталась. Причем подруга сама рассталась с этим парнем. Прошло два года. И я с этим парнем хорошо общалась, но чисто по-дружески. Но у меня была еще одна другая подруга. И так получилось, что этому парню понравилась эта моя подруга. Не помню, на дне рождения, что ли, что-то. Но, в общем, моя другая подруга понравилась этому парню спустя два года. Я спросила у своей подруги, что дела обстоят вот так вот. Мне их познакомить или нет? Или тебе будет неприятно? Если тебе будет неприятно, я их не познакомлю. На что моя подруга сказала, да мне плевать. Мне он сто лет не сдался. Знакомь. То есть, в принципе, моя там роль была, знаете, не особо такая важная. Потому что есть инстаграм, они могут сами друг друга найти и без меня. Но просто я спросила у своей подруги, что не будет ли она против. И после того, как я их познакомила, сначала он долго угорал над ними, что вот, типа, два дебила. Но потом начала предъявлять мне, что зачем-то я их познакомила, когда у них уже все шло хорошо. Я ей говорю, я же у тебя спросила, можно или нет. Ты сказала, окей, давай. Может быть, это не совсем правильно, но у меня нет такого, знаете, чувства собственности. Ой, был мой бывший, все. Навсегда мой. Такого абсолютно нет. Я, наоборот, очень быстро забываю. Я, наоборот, очень быстро забываю людей, которые были в моей жизни, потом сделали мне что-то плохое. Вот. Я не держу ни на кого зла. Но я не продолжаю никогда общаться с людьми, которые искренне, действительно, очень сильно меня обидели. То есть, вот, как-то так. В общем, мы с вами уже покушали. Спасибо, что посидели вместе со мной. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, на мой канал. Также обязательно подписывайтесь на iCook, на канал моей мамы. Мне будет безумно приятно. Ей тоже. Если кушали вместе со мной, приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok